Представляю вам соперник и первых бойцов в синем углу! Он из города Москвы, Россия, представляющий команду True Team. Ему 32 года, рост 186 см, вес 82,1 кг. Его профессиональный рекорд в ММА – 12 побед, 12 поражений при одной ничьей. Один из самых известных бойцов смешанных единоборств, в активе которого поединки с самыми сильными бойцами индустрии. Звезда кулачных боев. Вот он, попросящий Ассириес! Приветствуйте, Юрий Рябон! Его соперник в красном углу клетки. Он представляет город-шех-рекорд Иран и команду PRS Team. Ему 33 года, рост 173 см, вес 83,75 кг. Его профессиональный рекорд – 5 побед и только одно поражение. Он мастер спорта по гикбоксингу и самый скандальный боец индустрии. Приветствуйте, неуступчивый иронист Али Хеймпати! В эфире поединка Александр Сидорин. Парни правилы не нарушаем. Слушаю внимательно, моя команда. После команды стоп не работаю. Уважаемый турбоков, показываю красивый и честный бой. Если не имеете против, ничего пожар на руки. Нет угла парня. Посмотрите, как резво начинается все. Али летит вперед. Вот до клинча добрался и второй раз уже повторно добирается. Здесь нельзя бить коленями, нельзя бить ногами. Это бокс. Бокс, новая ММА и перчатка. Мне показалось, что попал сейчас на самом деле и боти боковым. Но здесь все очень интенсивно и очень быстро развиваются события. Али шел в последнее время на серии из пяти побед. Но вот проиграл. Проиграл свой последний поединок. Он сам не согласен, хотя и поражение там было довольно бесспорное. В общем, мало кто ожидал, что Али Хайбати может выстрелить вот так. Попадает сейчас очень здорово передней рукой Юрий Рябой. Главное не заигрываться здесь, потому что дистанцию держит пока Рябой очень хорошо. Да, и очень интенсивный здесь обмен ударами. Александр Сидорин останавливает поединок. Там, по-моему, был тычок в глаз. Да, было попадание. И сейчас вынужден протирать левый глаз Али Хайбати. Но вроде бы готов продолжать. Да, решил не давать сопернику шансов на восстановление. Хотя прошло совсем немного. Я думаю, нет смысла никакому Юрию Рябому пытаться дыхание восстанавливать. О, посмотрите, бросается вперед Юрий. И ловит его буквально Али Хайбати. И как будто оба излишне даже заряжены сейчас, как говорят, со слишком большим желанием. Идут они друг на друга, обмениваются ударами. При этом много клинча у нас получается. Подступает сейчас Юрий Рябой. И вот мне кажется, будь волей Али Хайбати, будь это разрешено правилами, он бы сейчас швырнул. Швырнул как следует. Юрий. Ой-ой-ой, попадает слева Юрий Рябой. Вот это да. Нокдаун. Очень расстроен. Мохаммед Хайбати в углу. И посмотри уже, как сбилось дыхание у Юры. Прямо как копьем сейчас протыкает джебом Рябой. Пытается в клинче спастись. Да, летит вперед сейчас просто как носорог Али Хайбати. Причем головой вперед. И Рябой снова проваливается. Но тейкдауна здесь бояться не стоит. Да, так не очень хорошо может быть дистанцию чувствует оба, потому что много клинча падает. Но Александр Сидорин показывает, что здесь нет нокдауна. И Хайбати встает, бой продолжается. Поступает снова Юрий. И снова проваливается он вот с этим ударом слева. Ох, Рябой тяжелый удар. И отправляет в голову своего соперника. Да, как будто гораздо лучше готов Юрий Рябой. Он острее, у него гораздо лучше рефлексы. Джебом хорошо попадает Рябой. И снова летит вперед Юрий левым боковым. Достает, достает до головы соперника. Сейчас прямо возле нас были бойцы. И даже по глазам Хайбати было видно, что он чуть растерян. Что он не до конца сфокусирован. Не очень хорошо понимает, что с ним. Длиннющий прямой удар Рябова достает. При этом как будто бы и Юрия повело. Да, очень нестандартные углы ударов Юрия Рябова. Да и в принципе они летят очень неожиданно. И что первый раунд заканчивается. Сумасшедший совершенно первый раунд. С нокдауном и многочисленными разменами. Да, но и при этом Хайбати не дышуется и отвечает. Ждем второго раунда. Субтитры сделал DimaTorzok Мощнейший первый раунд. У нас за плечами и у них за плечами. У Али Хайбати и Юрия Рябова. Нас ждут следующие 180 секунд. И никто не знает, что произойдет за это время. Да, очень важно, конечно, для Али Хайбати сейчас было восстановиться и понять, что он делает не так. Чуть-чуть изменить тактику. Потому что если он будет действовать как в первом раунде, то проблем не избежать. И очень активен Али. Причем не только в клинче, но еще и удары стал выбрасывать гораздо чаще. Причем тоже под разными углами. Он так подобно Юрию Рябому из первого раунда начал действовать. Левый боковой Рябова зашел. Да, мне кажется, честно, что Али тяжеловато по ходу этого поединка. Больше он пропускает, меньше он готов к этому бою. Но все-таки Рябой, несмотря на то, что, как мне рассказывали люди, кто с ним работает, есть у него определенный набор травм. И не всегда он идеально подходит к поединку. Все-таки Юрий часто дерется. И, ну, как будто бы он набрал ход определенный. Поймал ритм, как угодно можно сказать. И он себя чувствует в привычной стихии. А вот Хайбати не так просто сейчас. Ой, попал и в догонку Юрий Рябой. Идет добивать. Хайбати стоит. На самом деле, держаку Мухаммеда Хайбати, Али Хайбати, прошу прощения, можно только позавидовать. Пропускает снова Хайбати. Тяжело ему. И мы видим, что Юрий Рябой слегка устал. Он очень интенсивно атакует в последние минуты. Он понимает, что близок финиш. И для его карьеры этот финиш был бы очень важным. Пытается сделать нокаут. Юрий втыкается буквально кулаком в лицо своего соперника. Проваливается Хайбати. И вот сейчас видно, что Юрий Рябой устал гораздо больше, чем может быть вот в относительных величинах Али Хайбати. Потому что Хайбати плюс-минус держит примерно тот же темп, что был в первом раунде. Рябой сдаёт. Но при этом как натыкается опять на удар Хайбати. Да, может быть, Юрий Рябой устал, но в то же время урона гораздо больше принял боец из Ирана. И с этим уроном ему придётся дальше жить, придётся дальше как-то работать в этом поединке. И что-то сделать, чтобы выиграть его. Потому что пока, конечно, на победу Рябой наработал гораздо больше. Минута. Чуть больше остаётся до конца второго раунда. Уклоняется от ударов Рябой и из клинча. Посмотрите, как кормит. По корпусу очень хорошо атакует. Да, сейчас Хайбати. Всё-таки есть в нём и силы, и дух. Вот сейчас пропускают ещё правый прямой. Да, когда застаивается Али Хайбати, удары Юрия Рябова достигают его. И это очень часто. Я сейчас показал, что Локтем там попал Рябой на самом деле. Но надо посмотреть повтор. У нас такой возможности нет. Мы смотрим всё в прямом эфире здесь и сейчас. Ох, какой прямой. Идеальный просто. Как ракета влетела в голову Хайбати сейчас. Показывает Рябой, что в пах его били. Есть сейчас возможность и восстановиться, и, может быть, даже отдышаться чуть-чуть. Вот Александр Сидорин невнимателен и не видит, что он на Хайбати не уходит в нейтральный угол. Потому что знаем мы, что есть такое требование у судей. И, по идее, рефери должен попросить сейчас. И вот только сейчас делает Александр Сидорин. Просит бойца уйти в нейтральный угол. Потому что там прямо явно звали Хайбати его секунданты. Да, его секунданты – братья, которые сейчас подгоняют. Продолжают его подгонять вперед. Возобновляется поединок. Хайбати решает пойти вперед Юрий Рябой. Первый сокращает дистанцию. И сейчас вроде бы по блоку, да? Но отогнал он Хайбати. Тот летит вперед. Да, у нас вообще нет никаких пауз. Никто из них не собирается останавливаться. Здорово сейчас на отходе Юрий Рябой попадает. Рубка на ближней дистанции. Все заканчивается клинчем. Многие болеют здесь за Юрия Рябова. И вот на этой ноте заканчивается второй раунд. Насыщенный бой получается. Юрий Рябой, заметь, он отдыхает в стиле Алексея Олейника. Они пересекаются в одном зале. Юрий Рябой делает то, что бойцы делают нечасто. Он ложится на спину, закидывает ноги на клетку. И именно так выбирает провести эту минуту. А делал ли вообще так кто-нибудь, кроме Алексея Олейника? Большой вопрос. Я не помню, если честно. Я помню резонанс от этого события, когда Алексей Олейник решил отдохнуть именно так. Да, и вот я говорю, возможно, тренировки в одном зале. И, знаешь, такой авторитет, который есть у Алексея Олейника, привел к тому, что Юрий Рябой не побоялся, что это станет распространиться как вирусное видео, что кто-то будет смеяться. Алексей сказал, что в этом есть свой резон и как будто так можно восстановиться. Мы видели сейчас во время хайлайтов, насколько много жестких ударов. Много жестких ударов пропустил Олейник Ряботин, он по-прежнему стоит. Сейчас должно быть интересно. Юрий Рябой мог подыстратиться в этих атаках. Мог устать. И если сейчас получится попасть в Хейботин, он может перевернуть бой с ног на голову. Судя по всему, готов идти вперед Али. Есть немного пороха. И, посмотрите, да, проваливает он Юрия Рябова и снова кормит его ударами из клинча. Причем по разным этажам. Корпус, корпус Юрия Рябова страдает серьезно. Возможно, Хейботин настроили, что нечего ждать и нет смысла ждать. Надо идти и пробовать. Тяжело ему в долгу играть с Рябым. Рябой чуть более искушенный удар, вероятно. И как будто бы если уж атаковать, то просто идти на пролом. И пока это делает Хейботин, у него даже неплохо получается. Проваливает и встречает Рябой. Достает Юрия дважды подряд с левой руки. Сейчас проваливает, снова здорово уклоняется. Братья Хейботин сейчас из угла активно подсказывают. И снова клинч, снова клинч. И снова бесконечное количество ударов от Али Хейботин в корпус. Много клинча в этом поединке, но много и акцентированных попаданий. Очень кинематографично сейчас левую сторону лица заливает у Хейботин. Пропустил он приличное количество ударов. И продолжает их пропускать. На Рябом мы тоже видим кровь, но вероятно это кровь соперника. Потому что повторимся очень и очень много борьбы. А вот сейчас и Рябой натыкается на встречный удар. Причем именно натыкается. Он как будто бы сам на него идет. Включается Хейботин. Но держит, держит все эти удары Юрий Рябой. В третьем раунде, мне кажется, у него как будто второе дыхание даже открылось. На мой взгляд, во втором он выглядел чуть даже похуже. А вот сейчас посмотрите, как здорово работает Джебом. И справа очень хорошо попал. И по сути мы такую высококлассную драку смотрим. Очень-очень хорошую, очень качественную. Драку двух подготовленных людей. Вынужден идти вперед и рисковать. Али Хейботин вынужден раскрываться. И вот эти вот бреши в обороне постоянно находят Юрий Рябой. И правая рука, и левая у него залетают периодически. Очень хорошо Юрий действует. Снова клинч. Снова Александр Сидорин разнимает бойцов. Ох, какой апперкот сейчас, а. Просто отлетела голова назад у Али Хейботин. Встыкает жесткий боковой Рябой. Еще раз. Ведет уже Хейботин. 34 секунды до конца. Мы видим, что Рябой устал бить своего соперника. По сути Юрий Рябой. И чувствует это Хейботин. Он включается и атакует. Ох, пропускает Юрий сейчас Хейботин. Такое ощущение, что набрался силу и идет на последний штурм. Вы бы видели, что сейчас происходит в красном углу секунданта. Али Хейботин просто неистовствует. Падают бойцы в бессилии. Им очень тяжело, но им надо доработать 10 секунд. И еще на один удар заряжается Юрий Рябой. Мимо. И в клинче еще выигрывают парочку секунд. Концовка. Ни одного удара до цели не доходит. И здесь остается только поздравить нас с вами, что мы стали свидетелями этого поединка. Классный бой. Очень динамичный. С огромным количеством удара. 9 минут ярости. Без примесей. Чистой-чистой ярости. Увидели мы в этом поединке. Юрий Рябой против Али Хейботин. И сейчас вы слышите наверняка играет музыка из Mortal Kombat. Мне кажется, она на 100% в тему. Пытается прийти в себя Али Хейботин, но очень устал. Окровавленное лицо обрабатывают ему братья. Это минимум, наверное, который они... Да и максимум тоже, который они сейчас могут сделать. И посмотрите, что творится с Юрием Рябой. Да, Юрий Рябой отдал всего себя. Он лежит на настиле. В нем с трудом угадывается будущий победитель этого боя. Специалист по кровавым боям Дмитрий Бекрёв сейчас поднимется, чтобы наградить победителя кровавого боя с участием Юрия Рябова и Али Хейботин. Да, символично, что именно Дмитрий Бекрёв будет их награждать. Он сам, наверное, с радостью устроил бы нечто подобное. А, по-моему, у Рябова и травма какая-то есть, потому что держит он себя за руку. Ну и мы видим наколенник также у него. Это вот к слову о том, что Юрий Рябой практически никогда не бывает здоровым. Ну и сложно сохранить себя в оптимальной форме, когда ты выступаешь настолько часто. Дмитрий Бекрёв, уважаемые дамы и господа, по завершении соглавного события все трое судей выставили одинаковые баллы 29-27. Таким образом, единогласным решением победу одержал Юрий Рябов! Без вопросов, Юрий Рябов и победитель этого боя. Видим мы, что он сломал руку, судя по всему, или сломал палец, потому что даже сейчас поднял рефери его руку, и Юрию очень больно от этого. Что-то там не то с рукой. Дмитрий Бекрёв надевает ему медаль, но Юрия, по-моему, сейчас не только победа, сколько состояние собственного здоровья беспокоит. Остается только поаплодировать. Этим парням су главное событие удалось.